Хочу сделать свой прогноз на матч Кубка-Премьер между Краснодаром и Ростовом. Это уже второй матч этих команд в первом туре. Краснодар со счетом 1-0 обыграл ЦСКА, а Ростов со счетом 2-0 обыграл Ростов. Ну что можно сказать вообще по командам? Несмотря на победу, Краснодар оставил довольно-таки двоякое впечатление. ЦСКА мог и выиграть, и мы мог выиграть очень много. Во втором тайме ЦСКА было очень моментно, при этом потому что у ЦСКА не играло трех основных игроков. Это Щенников, Фернандес, Влашич и еще можно сказать Бикау, четвертый, да? Это минимум. И там еще один игрок проводил травму, вместо него совсем молодого выходила. И несмотря на это ЦСКА мог выиграть. Причем Краснодар играл двумя составами. То есть в каждом тайме не играл два состава, а ЦСКА играл одним составом. Да, это вот большой вопрос Краснодару. Насколько им на них функционально были готовы. Вот. Ну, у Краснодара не играет из-за травм четыре основных игрока. Это серьезно сказывается. Вот. И не знаю, как они сыграть с Ростовом. Это вот про Краснодар. Про Ростов, что можно сказать. Они их обыграли по хорошей игре Ростов. Извините, Спартак со счетом 2-0. При этом во втором тайме они забили третий мяч и Шимуродов забил. Ну, судья, я его отменил за офсайд. Ну, там, никого офсайда близко даже не было. Поэтому, в принципе, счет там 3-0, да. И счет, можно сказать, по игре. Потому что они вчистую обыграли Спартак. Ну, другое дело, в каком-то состоянии сейчас Спартак. Потому что непонятно, что тоже основные игроки ушли. Как мы к ним не относились? Глушакова, Камбара. Но это была основа Спартака. Это была основа Спартака. А остальных пока не видно. Кто там придет, кто не придет. Вот, в общем, вот такие расклады. В общем, если так подводить итог, Красандар мне не сильно понравился. Функционально они не очень готовы как к чемпионату. Ростов у меня больше понравился. Поэтому в этом матче я буду исходить и ставить из подписчики Ростова. И сделаю единственную ставку на этот матч. Это то, что Ростов не проиграет. С коэффициентом 2. Хороший очень коэффициент. Скорее всего, в Ростов даже выиграет в этот матч. Поэтому вот такой мой единственный прогноз на этот матч. Больше я никаких прогнозов не вижу. Возможно, в этом матче сыграет тотал больше. Почему тотал больше? Потому что в двух матчах этого турнира не было ни одного гола. Ну и это не показатель. Это маленькая выборка для статистики. Поэтому тут аналитику сложно связывать с конечным результатом. Потому что после этого матча вечером будет играться другой матч. С ЦСКА Спартак. И там могут накидать очень много. На самом деле. И еще такой момент, что в 11-30 играется матч. Во-первых. Ну, наверное, функционально не будет совсем готова к этому. Времени, суток. И, возможно, там много головки не будет. Но, опять же, на тотал больше, там, скорее всего. Но такой вопрос скользкий. Да и X2 на Ростов тоже очень скользко. Вообще на этот матч очень скользко. Какой результат брать? Я лично деньги какие ставить не буду на этот матч. И мне он не нравится. Но если делать прогнозы на этот матч, то я выбираю то, что Ростов не проиграет. И прогноз X2. Матч начался в 11-30. Что вы поставить, вы уже сами решаете. Всем пока. Ждем футбола.